Выведем при помощи метода максимального правдоподобия функцию потерь, которую мы уже хорошо знаем, которая называется среднеквадратичная ошибка. Как мы это будем делать? Вот у нас есть наш метод максимального правдоподобия, а именно метод максимального логарифмического правдоподобия. Теперь рассмотрим распределение, которое называется нормальным распределением. Я надеюсь, все более-менее его знают. Это некоторый нормирующий коэффициент. Умножить на экспоненту в степени минус x минус μ в квадрате делить на 2 σ в квадрате. В этой формуле нашим параметром будет среднее значение. Нас не будет сейчас интересовать стандартное отклонение, а именно σ и нас будет. В этом случае интересовать только μ. Вот μ у нас сейчас будет единственным параметром, который мы будем оптимизировать. Подставим вот эту формулу в наш метод максимального логарифмического правдоподобия. Логарифм от нормального распределения будет выглядеть следующим образом. Это у нас будет минус логарифм корень из 2π, минус логарифм от σ, от стандартного отклонения, минус x минус μ в квадрате делить на 2 σ в квадрате. И наш метод максимального логарифмического правдоподобия после подстановки вот этого логарифма будет выглядеть следующим образом. Это будет логарифм от корня из 2π, просуммированный n раз. Это выражение одинаково для всех элементов нашей выборки, Поэтому в функции потери окончательной у нас будет это значение домножено на n.